Всем привет! Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, со мной Екатерина Шайтанова. Мы редакторы Читару и сегодня мы хотим обсудить праздничные мероприятия, которые проходили в нашем городе, в нашей солнечной Чите, в минувшие выходные. И эти мероприятия были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ну и, видимо, в какой-то мере это было привязано к дню окончания Второй мировой войны. Празднование было перенесено в 2020 году в связи с коронавирусом. 9 мая прошли парады, насколько я знаю, но не во всех городах, но у нас точно были и в Москве были. А массовые мероприятия были все отменены из-за коронавируса. И вот теперь на выходных они у нас в Чите прошли. Много было очень мероприятий. Как организаторы их называют, много площадок. Площадок. Да. И формат празднования в 2020 году существенно отличался от всего того, что было до этого. Вообще-то в какой-то мере это объяснимо, потому что очень сильно поменялись люди, которые все организовывают. Там, наверное, очень много... В общем, это комплекс факторов. Да, комплекс факторов. Много и тех, кто... Большинство, точнее, тех, кто участвовал во всем этом в предыдущие годы. Но организаторы немного другие. Другое Министерство культуры, другие власти в городе появились. И подход немножечко изменился. И мы хотели поговорить сегодня о том, насколько нас этот новый формат устроил. И я, и насколько я знаю, из беседы Дори от коллеги Екатерина гуляли по городу. Я гулял в основном с маленьким ребенком, пятилетним. А Екатерина, видимо, гуляла в основном... С подругой. С подругой. Со взрослой. Со взрослой. С немаленькой подругой. С немаленькой подругой. И у каждого из нас есть свои впечатления. Я днем погулял по городу и вечером сходил на световое шоу и на фейерверк. А вы, Екатерина... А мы прогулялись по площади Ленина. От площади Ленина до площади Декабристов. Днем, видимо, да? Днем в районе 4 часов примерно. Давай, Екатерина, насколько тебе все это понравилось? Слушай, мне вообще не очень нравится формулировка, насколько нас это устраивает. У нас почему это должно устраивать или не устраивать? Не занудствуй. Понравилось тебе или нет? Понравилось. Мне понравилось. Мне причем понравилось, наверное, в один из первых разов, как это все устроено. Мне года 2 или 3 тому назад понравился День Победы на площади Декабристов. Прямо там был какой-то праздник. Вот он на удивление попал тогда в меня. И то, что происходило в субботу, вообще не было на это похоже. В эту субботу? В эту субботу. Но мне тоже понравилось. Ну что понравилось-то? Вот ты не гулял по площади Ленина. Это был военный Арбат. Ты себе представляешь Арбат? Нет. Московский Арбат. Да. Пешеходная улица. То есть это километр пешеходной зоны, где ты идешь, с одной стороны играют в какие-нибудь игры, здесь рисуют портреты, здесь продают воздушные шары, здесь сувениры и так далее. Это вообще-то было похоже, но это был военный Арбат. На площади Ленина, ты имеешь в виду? Нет. На пешеходных зонах, ну в смысле на тротуарах, от площади Ленина до площади Декабристов, по левой стороне, где вот идет художественный салон, магазины, вот это вот все до самой площади Декабристов. Вот, видимо, эту часть организовывали, организовывала Минкультура, насколько я понимаю, а ту часть, на которой мы не догуляли, со стороны сувениров организовывали, насколько я поняла, учреждения и компании города. То есть где-то там был госпиталь, площадка, которую организовывала Метакадемия, это был военный госпиталь, где-то, я знаю, стояла площадка детско-юношеского центра «Искра», где-то был технопарк, где-то что-то еще, вот туда мы не догуляли. А там, где мы прошли, там были рисунки, песни, прыгание через скакалку большую, люди, которые это организовывали, были в военной форме, ну в смысле, наверное, это не форма, а костюмы сделаны под военную форму. Ну это было красиво, хорошо, было много людей, особенно было чем заняться людям с детьми, потому что дети просто от одной площадки перетекали как бы на другую. Здесь они рисовали мелом, здесь они фотографировались тоже в форме эффектно-зрелищно с теми взрослыми людьми, которые есть на площадке, здесь они дальше, был какой-то квест и так далее. Понравилось? Понравилось, очень необычно, интересно. Ну, вот по моим ощущениям, основной смысл изменений связан с тем, что раньше это было несколько крупных площадок, которые были раскиданы по городу, да? То есть это были, видимо, площади и стадионы, в основном, СКА, Забво, да? И стадион Юность. И стадион Юность. А сейчас это все растянули по всему городу, площадок было действительно очень много, и каждый мог выбрать что-то по-своему интересному. Да, и по-моему, на стадионы никто не поехал. Но я тоже про СКА, Забво, Сибво, ничего не знаю, хотя там что-то происходило. Там что-то было, там были тоже люди и были какие-то усилия организаторов, но туда как раз не уехали в этом году. Ну, видимо, потому что, ты меня прости, это же не 9 мая на стадионы ехать. Ну, это вообще как будто бы формат гуляния. И, по-моему, вот фотограф наша Ксения Зимина про это говорила в процессе, она видела одного или двух ветеранов, как будто бы это все перестало быть праздником для ветеранов в этом году и стало праздником для людей, которые пошли погулять по городу. Ну, да, наверное, все-таки так. И действительно, условия экстраординарны. То есть это действительно не 9 мая, действительно другая организация. И действительно, ну, ветеранов все меньше и меньше. Слушай, ну, вот весь натураж 9 маяский, люди в форме, а военные песни просто из каждого угла. То есть около привоза стояли одни люди и пели одни военные песни, около дара стояли другие люди и пели другие военные песни. И вот в момент перехода по приходному переходу было такое ощущение, что у тебя немножечко голоса в голове. Ну, в смысле, это прикольнее, я не придираюсь. Просто там везде были военные песни. Это как будто бы 9 мая, но тепло необычно, листья уже немного желтые, как будто бы это такое 9 мая осенью. В общем, Екатерине понравилось, но мне очень сложно оценивать то, что было днем, потому что я поддался настойчивому требованию пятилетнего ребенка и пошел с ней погулять по улице. Трек-вечер. Трек-вечер ты поддался этим требованием? Да, я доехал до площади имени Ленина, припарковался около гостиницы Забайкалья, походил с ней по площади, купил ей мороженое, не очень словил, что нужно делать с маленьким ребенком. Она действительно маленькая. И мы пешком дошли до парка Адара. То есть в парке Адара было тоже очень много народу, и я видел, что там уже все, видимо, заканчивалось. Ну, это во сколько происходило? Ну, это было где-то часа в 4, в 5-м часу, вот так вот где-то. Ну, нет, наверное, даже не заканчивалось. Ну, в общем, было очень много народу, я как бы, ну, в отличие от тебя, туда дальше не пошел, суть не словил, но как бы у меня возраст такой у ребенка, что ей было весело мороженое съесть и на горках покататься. То есть площадки пока были не для вас? Да, площадки пока были не для нас, а вечером я уже и со вторым ребенком, с женой, и с первым ребенком пошел специально на световой шоу, которое было, я программу посмотрел на 4, в 10.45 было световое шоу, а в 11 был фейерверк. Проклятое 4 опять соврало. Ну, я не так думал, то есть я намеренно пошел на это время и думаю, отлично, сейчас в 11 будет фейерверк, он прогремит, и я как бы пойду спокойно дочитывать нового Пелевина. Но в 10.45 началось, видимо, все-таки световое шоу, и потом был вот этот вот стык, когда в 11 все ждали фейерверк, я стоял на забитой на родном площади, фейерверка не было. Не было, не было, не было, и все уже начали нервничать, и где-то в полдвенадцатого я видел, что люди начали с детьми уходить со спящими. С филологичными параспачками. Да, мне в этот момент фейерверк начался в 11.45, у меня основной вопрос к организаторам заключается в том, что почему они на сцену не вышли, не сказали, чуваки, у нас как бы накладка, у нас фейерверк будет не в 11, как запланировали, а в 11.45. Тебе бы что дало это знание? Ты бы домой пришел? Ну, я бы выбрал вариант или стоять здесь 45 минут, или идти домой. Да, это, наверное, логично, я подираюсь. Да, то есть здесь это было странно немножечко, уступала группа Vivo, с которой я совершенно был незнаком, я быстро ее нагуглил, зашел к ним в Инстаграм на 16 тысяч подписчиков, узнал, что это молодые люди, которые поют песни по городам и весям. Хорошая песня. Я из толпы не очень понимал, что они поют, но я понимал, что поют какие-то песни, им кто-то подпевал. То есть была некоторая, ну, как это называется? Разобщенность? Да, вот в концовке этого мероприятия фейерверк был, безусловно, красивым. Я его, наверное, впервые лет за 10 смотрел именно с площади, потому что у него обычно удобнее с балкона его смотреть. И мы знаем, вот из нашей ленты объяснили организаторы задержку, да? У тебя же открыта новость или у меня? Там был пожар, там было возгорание экрана, ни у кого не открыто. Там было возгорание, а после этого они не смогли быстренько сориентироваться, и немножко все сдвинулось. Но я, насколько понимаю, там же еще была история с копией светового шоу, показали не то световое шоу, которое планировали показать. Тебе понравилось шоу? Ну, мне, как бы, сама идея трансляции светового шоу на здание правительства, где, слава богу, наконец-то в 11 часов вечера были выключены все окна, не горел нигде свет, сама она нравится. Ну, содержание, как бы, этого светового шоу, я думаю, оно вторично там или третично. Ну, то есть тебе не важно, 70 лет победы или 75 лет победы? Ну, я на это действительно не обратил внимания. Я понял, что это какая-то патриотическая штука. В целом она мне, ну, как бы, можно сказать, что понравилось. Вот, все это было под определенную музыку. Я думаю, что свою функцию это световое шоу выполнило. Вот, ну, это было действительно там в какой-то мере прикольно. Самолеты там летели там и так далее. Ну, вот видите, что те организаторы говорят, что многие технические решения применяли и забегали впервые. Они готовились, потом произошло короткое замыкание, концерт был продолжен, и техники в экстренном режиме нашли способ продолжить представление. То есть, вообще-то, видимо, они там еще и нашлись и быстро поняли, что сделать с загоревшимся оборудованием, вернее, после того, как оно загорелось. От замыкания строя вышел ноутбук, на котором хранился готовый к показу контент-лайзерного шоу. Было принято решение использовать один из рабочих вариантов ролика. Короче, они выкручивались. Может быть, там не было человека, который бы освободил, что надо выйти и людям сказать, что что-то немножко пошло не так. Ну да, вообще-то было бы логично, чтобы он всегда был рядом, но да бог с ним, я думаю, что все это не критично, но мы видим вот в интернете очень много возмущений по поводу того, что власти не организовали трансляцию людей с площади после фейерверка по домам. И люди, вот описывается эта страшная история, как люди в темноте шли в сторону соснового бора со спящими детьми на руках. Я подтверждаю, почему-то, вот я впервые такое увидел, много людей со спящими детьми на руках, они их тащат куда-то, ну, в разные стороны. Мне до дома было идти пешком там 10 минут, но я видел, что люди по Ленину удаляются куда-то с этими спящими детьми. Ты-то что думаешь про это? Я думаю, что нормально, когда дети спят вечером. Вы их зачем тащите на площадь, если у вас дети засыпают? Ну, может быть, это от того, что дети думали, до 11 дотерпим, посмотрим фейерверк, а потом сразу уснем. А в 11 не случилось, и они, поскольку у них уже запрограммировано все было, они в 11 уснули, вариант такой. Но, на самом деле, мы много с Катей дискутировали перед тем, как начать писать ветколлегию, как было в прошлые годы. Увозили ли троллейбусы людей с площади после вот этих массовых празднований, и не нашли однозначного ответа на этот вопрос. С трудом нашли историю про то, что в 2013 году общественный транспорт точно работал после... Ну, видимо, когда-то еще работал. Видимо, это какая-то несистемная штука, и иногда бывает дополнительный транспорт. Но я бы вообще не исходила из того, что кто-то мне подарит дополнительный транспорт. Ну да, то есть мы говорим о том, что раз уж вы пошли на площадь с детьми, и вы понимаете, что фейерверк закончится в полдвенадцатого, то, скорее всего, с площади уехать будет очень сложно. Система бронирования такси, у такси Максим, насколько я знаю, из них... Нейросети там у них. Да, у них нейросети начинают вытягивать из вас все больше денег. Поэтому действительно, наверное, людям, которые жили в отдаленных от площади районах, было тяжело добраться до дома. Хотя, насколько я помню, троллейбусы должны работать до 12, да? Да, троллейбусы должны работать до 12, плюс-минус. Но ведь не все живут там, куда ходят троллейбусы. Ну да. То есть, нитку, по-моему, они не ходят, например. Да, но я видел, что... Я видел, что троллейбусы, во-первых, несколько троллейбусов стояло, там, ну, вот где-то в районе 12 часов ночи. И новость у нас была про то, что известный предприниматель Артем Миняйло организовал маршрутки, да? Но их явно не хватило. Но в целом, логично, наверное, как-то планировать свое добирание до дому, если вы идете на площадь и знаете, что выйдете с нее в полночь, наверное. Со спящими детьми. Со спящими детьми, да. Слушай, ну вот не только этим недовольны люди на самом деле. Вот я видел его коллег-новость про то, как чтениц обратился в полицию из-за фейерверка. Он считает, что в 23.45 от него проснулись в центре все дома. Бедные люди. А в 112 отказались принимать его жалобу по номеру телефона 112? Ага. Но в полицию жалобу приняли. Я вот сколько раз не сталкивалась с полицией, им, по-моему, все равно, какую жалобу принять. Делать, они просто все равно с ней ничего не будут. Нет, это странная какая-то жалоба. Он бы еще обратился, не знаю, по поводу того, что у него, не знаю, 9 мая тоже же у нас, по-моему, фейерверки не... Но ты знаешь, она думает, что это нарушение закона о тишине. Но в законе о тишине отдельно прописаны исключения для массовых мероприятий, которые проводит город. Ты знаешь это? Да, конечно. Ну, это, во-первых, логично, что оно там прописано, а во-вторых, как бы здравый смысл, он же никуда не исчезал. Я к тому, что всегда бывают недовольные люди. Они много чем бывают недовольные. Если ты хочешь, чтобы у тебя было тихо, и чтобы фейерверки не взрывались... Приезжай в Северный. Даже, наверное, не в Северный, а куда-нибудь в деревню, там будет тихо, аккуратно. А можно вообще уехать на заимку, там никого нет. Тогда не будет заботы государства о его развлечении. Да, и некуда будет звонить. Ну, еще одна история, последняя, наверное, которую мы упомянем, это замечание главного санитарного врача Светланы Лапа. Она сегодня на заседании правительства отметила тему про то, что не соблюдали правила безопасности на мероприятиях в Забайкале. Светлана Лапа сказала об этом на заседании. Пусть поведения связаны. Да, с коронавирусом. Организаторы массовых мероприятий не соблюдают правила безопасности. Сегодня будет подготовлено соответствующее предложение главного санитарного врача региона. Страшно представить, какое там предложение главного санитарного врача... Ну, не выходить на улицу и дистанцироваться на полтора метра, как минимум. Ну, понятно. Действительно, если говорить о площади, там ни о какой дистанции речи не шло. Было очень много людей. Ну, как обычно, это ожидаемо совершенно. И понятно, что во всем городе никто никакую дистанцию не соблюдал. Я вообще сейчас с некоторым удивлением смотрю на эти сообщения о том, что нужно держать дистанцию полтора метра, и никто уже много месяцев не держит. А на статичь его коронавирус не смотришь, с удивлением? А она растет? Мы можем с тобой еще одну отдельную редколлегию записать по поводу того, что происходит, когда в регионе 40 человек заболевают, передающиеся воздушно-капельным путем болезнью, а в регионе живет миллион человек? Можем. Можем, но мы не будем сейчас этого делать. Вообще, у нас у всех есть подозрение, что вот-вот начнут закрывать детские сады, школы и образовательные учреждения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. И в этом смысле массовые мероприятия на День Победы, конечно, не очень сочетались с эпидемиологической обстановкой, но, опять же, нужно исходить из здравого смысла. Я думаю, что в данном случае власти края и города вряд ли что-то такое нарушили серьезное. Все-таки, наверное... Ну, они точно ничего не нарушили. Да, то есть, я про логику. То есть, наверное, действительно, не наверное, а совершенно точно, логично было праздновать 75-летие Победы Великой Отечественной на войне. Если этого нельзя было сделать в мае, ну, логично это было сделать в сентябре. В общем, по этому поводу вопросов у редакторов Чита.ру нет. Чего мы еще не сказали? Как будто бы сказали все. Здоровья вам! И давайте не забывать подвиг, который совершил советский народ в войне Великой Отечественной 41-45 года. Не будем забывать о том, что была одержана победа в Великой Отечественной... Не только в Великой Отечественной войне. По большому счету, именно советский народ определил победу во Второй мировой войне. И Советский Союз сражался не просто с нацистской Германией, а по большому счету с объединенными силами всей Европы, вообще всего империалистического мира. И советский народ продемонстрировал возможность своего объединения перед лицом страшной угрозы. Наверное, на этом опыте нам нужно помнить о том, что мы в случае необходимости всегда можем объединиться и всегда можем достичь совершенно любых результатов. Но не всегда, к сожалению, это делаем. Еще раз вас с 75-летием победы, здоровья, счастья, мирного неба над головой, счастливо. Пока-пока.